Деньги за рыбалку на промысловых участках брать нельзя. Об этом сегодня заявили в Федеральном агентстве по рыболовству. Напомним, с выходом поправок к закону о рыболовстве наиболее ценные участки рек стало недопустимыми для охотников. Новые хозяева, не вложив ни рубля, стали требовать от людей солидные деньги. Закон, который вышел два года назад, буквально взорвал рыбацкое сообщество. Большинство рек России и несение исключения поделили на рыбопромысловые участки. Причем платными стали самые вкусные места. А за что брать человека? Зачем брать человека? Ты же его не выращивал. Она сама растет, рыба. После бури народного возмущения власти объявили мораторию. Деньги за рыбалку брать запретили. Сейчас разрабатывается новый закон о любительском рыболовстве. Главный принцип нового закона – свободно и бесплатно. То есть рыбакам могут потребовать деньги не за пойманную рыбу, а только в том случае, если ему предоставляется лодка снасти или что-то иное. И вот если на рыбопромысловом участке человека потребуют деньги только за путевку, фактически бумажку, то это явно противоречит законодательству. Тем не менее, деньги за рыбалку на некоторых участках Енисея сейчас берут, фактически подпольно прикрываясь тем же законом. Но, как заявляет Рос рыболовстве, брать деньги можно только на тех водоемах, где рыбу запускали искусственно. Самостоятельно нет у него таких полномочий и прав. Брать деньги за рыбу, которую подарила нам река Енисея – это неправильно, это противозаконно. Между тем, две недели назад Госдума вернула проект нового закона о рыболовстве обратно разработчикам. Там опять нет четкого разъяснения, как будут выделяться участки на открытых водоемах, таких как Енисей. Там пока не заложен механизм, чтобы тот перечень рыбопромысловых участков был в обязательном порядке согласован с местным населением. И проходила процедура общественного обсуждения, прежде чем дальше снять этот мораторий и начать распределять рыболовные и рыбопромысловые участки. Кроме того, в Красноярском крае доля свободных от распределения участков должна составлять не менее 80% всех водоемов. Только тогда такой напряженности, как два года назад, удастся избежать. Дмитрий Бузов, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск.